Шок и недоумение. Так отреагировали в Германии на решение Москвы о запрете вещания Deutsche Welle в России. Союз журналистов Германии и репортеры без границ резко осудили запрет ДВ. С нашей точки зрения это совершенно неадекватный шаг. Российская страна говорит о симметричном ответе, то есть зеркальности ответных мер на, как ей кажется, несправедливость с немецкой стороны. Но с нашей точки зрения это совершенно не соответствует действительности. Так что, по нашему мнению, как репортеров без границ, ответ крайне неадекватный. Несторазмерность ответных мер говорит о том, что российские власти использовали историю СРТ как предлог для расправы с Deutsche Welle, считает профессор политологии Ханс Хеннинг Шрёдер. Первое, российская страна пошла гораздо дальше, предприняв попытку заблокировать вещание Deutsche Welle, лишив аккредитации журналистов на месте. И буквально их коснулся запрет на профессию. А второе, все это вписывается в политику, которую уже много лет проводит российское правительство, пытаясь или заблокировать, или ограничить работу иностранных средств массовой информации. То есть, был использован повод для того, чтобы резко ограничить вещание Deutsche Welle на Россию. В мировом рейтинге свободы прессы, который ежегодно составляют репортеры без границ, Россия занимает 150-е место из 180 возможных, пропуская вперед Пакистан, Венесуэлу и Южный Судан. Но эксперты все равно удивлены. Когда из страны вышвыривают целую телекомпанию, примеров тому во всем мире не так много. И, конечно, тут добавляется и аспект свободы прессы в самой России, которая уже очень давно, многие годы и особенно в последние месяцы подвергается экстремальному давлению. Достаточно упомянуть один только статус иностранного агента, который может быть присвоен как отдельным лицам, так и целым редакциям средств массовой информации. Сейчас таких агентов 115 Deutsche Welle может пополнить этот список. Вы только вдумайтесь в это слово, чего стоит одно только выражение «иностранный агент». Эксперты не видят пока никаких признаков ослабления антизападного настроя российских властей. Я исхожу из того, что российское руководство не сможет долго проводить такой курс. Вот только в среднесрочной перспективе мало что изменится. Пока у власти будут эти 70-летние – Путин, Лавров, Патрушев – я не вижу шанса на то, что они вдруг передумают. Они привыкли считать, что Запад – это враг. И что Китай – слишком большой партнер для какого-либо альянса. Они думают, что это служит национальным интересам России. А с моей точки зрения, это является заблуждением. И новое поколение государственных деятелей поймет это. Пока же немецкие кремлинологи гадают, какими могут быть дальнейшие шаги России против немецких СМИ.